Уже через час в Киеве должно начаться заседание по делу главы портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, где адвокаты попытаются добиться изменения меры пресечения. Поддержать журналиста приехала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Маскалькова. Она уже успела встретиться с омбудсменом от Верховной Рады Людмилой Денисовой и обсудить с ней не только судьбу журналиста, но и вопросы, связанные с освобождением россиян, которых удерживают на территории Украины. Таких сейчас 50 человек. Мы намерены провести полную ревизию списков граждан России и граждан Украины, которые находятся на соответствующих территориях России и Украины в местах лишения свободы и наметить план действия оказания им гуманитарной помощи. В частности, возможность приглашения независимых врачей в том случае, когда расходятся позиции по здравоохранению, когда родственники сомневаются или оспаривают заключение медиков. Что касается самого Вышинского, то он под стражей уже больше года. Журналисты обвиняют в госизмене просто за то, что он честно выполнял свою работу. По словам Татьяны Маскальковой, радикалы в Киеве могут устроить провокации. Предыдущее заседание 3 июля перенесли. Защита Вышинского уверена, процесс затягивают специально, чтобы и дальше держать его в заключении.